Добрый вечер. У нас очень интересный спикер Алена Андрейко. Изучает древнеправославную культуру уже где-то сто пятьсот лет. И сегодня она решила осветить тему специально по моим просьбам. Язык мой, враг мой. Вот прям будем сегодня целый час или не знаю сколько обсуждать эту историю. Алена, расскажи нам, как мне притрепаться. Я готов слушать впервые всех. Ну хорошо. Здравствуйте, друзья. Я немножко со стипшим голосом к вам ввиду того, что у нас завтра 21 июня. Для тех, кто знает, что это за дата, она, конечно же, знаменательная. А в нашей культуре солнечной наивысшая точка солнцестояния в году, соответственно, зимний 21 июня считается новолетием. Ну и, соответственно, я подготовлю мероприятия, празднования, и даже микрофон не спасает, поэтому я, к сожалению, вот видите, знаменательный такой эфир и название, и мое состояние совпадает, да, что приходится при подготовке мероприятия вкладываться и физически, и, соответственно, словесно, ну и как бы голос немножко подсел. Поэтому не обращайте внимания, я абсолютно в ресурсе. Для тех, кто смотрит, буду стараться угодить вам и давать массу полезной информации. Ну начнем с того, что действительно любое, любое праведное, настоящее, хорошее, что есть в нашей культуре, на данный момент обращено против земля. Дело в том, что у системы нет других козырей, кроме невежества, потому что от невежества и непонимания, куда всё идёт и зачем это нужно, ну в какой-то, например, в какой-то стезе, в каком-то направлении, неважно, будь то это культура, или, может быть, это наука, или ещё что-то, религия, например, всё поставлено так, чтобы человечество само себя аннигилировало, то есть само себя уничтожило, язык однозначный 100%, это первое оружие, которое мы используем против себя же. Ну объясню почему, потому что звуковое сознание, которое, собственно, у нас сейчас есть, оно рождает доминанту в нашем мозгу, потому что у нас есть центры в головном мозге, это понятно, что образное мышление, которое сейчас практически не развито, оно есть ещё у детей, но с возрастом его практически нет у взрослых, потому что звуковое сознание вызывает, имеет вообще звук, имеет большой потенциал, ну потому что он фактически ощутим, то есть мы можем кожей его почувствовать при высоте там какой-то децибел, да, или при громкости определённой. Мы, естественно, всё, что у нас на уровне звука построено, это вплоть до того, что мы можем в цветовой гамме это отразить, потому что любой звук — это волна, у волны есть характеристики. То есть получается, что звуковое сознание, оно возникло так, почему? Потому что это доминанта, рождается доминанта. И вообще давайте подумаем, почему, собственно, несмотря на то, что мы знаем, что есть такое понятие, как телепатия, и в нашей культуре это явление называлось казание, и целая народность казаки существует по сей день. Это те самые молчальники, которые только, ну, к сожалению, оставили название. Осталось у них название, всё остальное, конечно, переиначилось, очень сильно изменилось. Я точно знаю, потому что я с Кубани, и большую часть жизни прожила там, сейчас, конечно, я переехала, но так или иначе, корни мои из Кубани. Я знаю, о чём я говорю, что казачий род, он, к сожалению, сейчас только называется так, но никоим образом не отвечает своему названию, потому что молчальничество, казание, то есть передача образов, то, что сейчас называется телепатией, но оно отсутствует, практически отсутствует. Я, конечно, дам методы, способы, как, собственно, с помощью звукового языка продолжать общаться, но поддерживать уровень казания, то есть телепатии, для того, чтобы, ну, просто вернуть эту способность, возможность, потому что с неё начинается очень много способностей и возможностей. Дело в том, что вот этот большой потенциал, он связывается с понятиями. То есть получается, что звук, имея большой потенциал, он связывается с понятиями. То есть пока я не скажу слово «картина», не возникает образ, то есть не возникает понимание и понятийный ряд, что я имею в виду вот конкретно картину, то есть не какой-то другой предмет, а именно картина. И получается, что вот эта доминанта, которая образуется в связывании с образом, она естественным образом уничтожает нам понимание через другие наши каналы, то есть через образы. И получается, что нам сейчас говорят, что мы на 5% включаем сознание относительно полного объёма работы нашего головного мозга. Почему так? Потому что вот эта доминанта, она занимает чисто территориально и объёмно небольшой участок головного мозга, но она настолько сильная, что всё остальное мы не воспринимаем. То есть у человека сейчас, в отличие от животного мира, к которому мы относимся, как часть биологической матрицы, или как бы сказать, нообиоциноза, то есть мы частичка мироздания, и, соответственно, мы должны обладать такими же навыками, способностями, возможностями в плане обоняния. Но где оно сейчас? Значит, оно подавлено, хотя есть у кошечек, у собачек, и вообще у любого представителя животного мира. Или, например, осязание. Да, мы можем отличить холодное-горячее, но зачастую мы не сможем отличить, что конкретно к нам коснулось, коснулось нашей кожи. Это, значит, тоже приглушено, хотя в животном мире настолько отрепетирована эта история, но, понятно, она завязана вся на выживании, на чувстве самосохранения, потому что, мало ли, вдруг это хищник, и жертва должна скрыться. Но даже без определенной степени выживаемости у человека должны были эти навыки сохраниться. Значит, они почему-то угасли. Почему? Да, возникает вопрос. Уже не говоря о том, чтобы передавать образы. То есть, получается, всё это у нас есть, но оно гасится. Чем? То есть, получается, 95% нашего разума провалилось под сознанием, и всего лишь 5% осталось в сознании. То есть, получается, что всё световое, соответственно, образное сознание, оно у нас сейчас под сознанием. И мы как бы вспоминаем иногда, что вот это именно так должно быть, но почему-то мы не понимаем, зачем и почему так всё случилось. Дело в том, что образы, они очень нежные по вибрациям. Это действительно так. И возникают они зачастую у людей, которые близки друг к другу. Ну, в семье, например. Я расскажу, при каком условии можно вернуть казание хотя бы на уровне своей семьи. Это реально, это возможно. И можно друг друга здорово понимать без слов. Что самое интересное, это у многих семей возникает автоматически. Люди не понимают, почему это происходит. Ну, потому что просто не задумываются над этим вопросом. Это абсолютно не бытовая история. Сейчас же у нас жизнедеятельность завязана, опять же, на той же самой выживаемости, которая связана с финансовыми аспектами. Ну, с бытовыми, будем так говорить. Поэтому, конечно же, всё, что касаемо казания, то есть телепатии по-современному, это как бы такой бонус, который расценивается как хорошие отношения в семье. На самом деле, если убрать доминанту, станет всё слышно, видно и осязаемо. То есть формы видения, которые у нас есть, различного плана, они тоже у нас гасятся звуковым сознанием. Для тех, кто не понимает, как это в примере может выглядеть, то это, например, вот ты смотришь на человека, и все поля событий, его поля событий, ты видишь. То есть ты видишь событийный ряд его жизни. Не только прошлое, но как бы и будущее. То есть у нас сейчас чисто механические есть способы кинезиологии, которая, естественно, это маятник, рамка и так далее, которые способны на уровне инерции тела определить, что вообще с человеком, то есть как он себя физиологически чувствует, какие у него показатели и ресурсное состояние относительно прошлого, настоящего и будущего. Да, это можно. Но на самом деле даже это необязательно, если не гасить. Это пример, вот хороший пример, если мы находимся в час пик на какой-нибудь оживленной улице. Конечно, мы шепот не услышим, если, ну, шепот на расстоянии, там, метра мы не услышим, если вокруг едут машины. Это очевидно. То есть если машин нет, шепчешь и человек, который находится рядом, во-первых, он нами будет ощущаем как представителя человекообразного существа, потому что однозначно, когда шум вокруг, человек дезориентирован, он знает цель, он движется к ней, например, на работу или домой с работы, но нет вот этого контакта с реальностью. То есть есть понимание, что нужно, несмотря на этот шум, хаос двигаться, что, в принципе, у нас каждый день и происходит. То есть мы просыпаемся, попадаем в звуковую вот эту волну, а у нас сейчас звучит все. Посмотрите, такого количества патогенных шумов, которые у нас на волновом уровне сейчас есть, это я про вышки 5G, которые уже у нас тут прогремели, уже все понятно с ними, я уже не буду объяснять, в чем тут проблема, правда, но как бы это очевидно. Вот, соответственно, все, что связано с излучениями различного плана, это тоже волны, это тоже шум. Я уже не говорю о этих песнях, танцах, плясках, которые у нас сейчас есть, которые мало того, что с нами взаимодействуют, мгновенно, даже если они на ухом нашем не ощущаются, но они однозначно и 100% ощущаются в принципе нашим телом. Дело в том, что есть простые исследования, которые проводятся аудиологами, сурдологами, так вот импульс, любой звуковой импульс, который входит в нас, он по звуковому нерву, по слуховому нерву возвращается обратно. То есть мембрана, которая у нас есть, слуховая улитка, молоточек, мембрана, все вот то, что у нас есть, оно работает не только на выход, но и на выход. То есть получается, что мы все время через себя пропускаем огромное количество хаоса и бардака, звукового, так или иначе, волнового, будем так говорить, да, естественно, в этой доминанте развернуться и раскрыться способностям невозможно. Вот почему люди, у которых есть способности, они просто не могут находиться долго в обществе, они уезжают там в какие-то глухие деревни, живут там обособленно, их это вот так устраивает. Ну то есть есть состояние покоя вот этого волнового, грубо говоря, языкового, звукового, и наступает полное раскрытие способностей. Просто я пытаюсь вот этой тирадой объяснить вам, что все абсолютно люди без исключения обладают телепатией. Ни одного человека, который не обладает телепатией. Просто более чуткие люди, они гораздо быстрее загрязняются волновой, звуковой доминантой. Поэтому тут смотрите, какая интересная зависимость. То есть менее чувствительные, они до самого вот просто, до самой границы, за которой уже пропадает способность, они слышат что-то, имейте в виду образное, то есть они способны принимать, потому что у них чувствительность слабая, и даже те шумовые контакты, которые есть с обществом, они не так много вредят этому человеку. А самые чувствительные, они гораздо быстрее засоряются и, соответственно, теряют быстрее способности, возможности. Это как бы, понимаете, вот в голове это не всегда укладывается, когда я это поняла в своих исследованиях и с теми людьми, которые, ну есть аппараты, которые сейчас измеряют светимость ауры, там проверяют волновые частотные характеристики ауры. И для меня это было таким открытием, что оказывается всё наоборот, что не самые чувствительные, самые мощные сохраняют сейчас телепатию, а те, которые менее чувствительны к хаосу. Вот смотрите, у нас слышимые частоты сейчас, ну плюс-минус у каждого человека индивидуально, в зависимости от среды, в которой он живёт, соответственно, тем, что происходило в детстве, там какая-то травматика и так далее. То есть от 50 до 20 тысяч герц. Это слышимый диапазон частот. Всё остальное – свист, который мы не слышим, но иногда мы слышим, да, вот в голове как зашумело, а потом раз – прекратилось. То есть идёт какое-то воздействие, писк такой высокочастотный, а потом оно пропадает. Это почему так? Потому что у нас иногда как бы пробуждение наступает, и мы как бы понимая, что есть какая-то доминанта, и мы чувствуем, что нас ещё раз переключили. То есть с этими частотами постоянно играются. Я хочу сказать, что мы находимся в каком-то диком человейнике, в котором постоянно проводят эксперименты над живыми людьми. И если это не так, кто-то скажет, то он очень сильно заблуждается, либо откровенно сотрудничает с системой, которая, собственно, проводит эти опыты. Потому что мы все находимся в микроволновке, и это вызывает без конца, без края доминантные состояния, в которых человек не способен реагировать на нормальные воздействия среды. То есть всё, что останется без этих шумовых эффектов. Так вот, смотрите, какая штука. Дело в том, что как только выключается доминанта, у нас включается состояние синестезии. Что такое синестезия? Это когда звук, он пахнет. Ну, спокойный звук, то есть не вот это воздействие, а направленный, одиночный. Или, например, цвет, он имеет вкус. То есть получается вот состояние, когда для тебя те объекты, которые имели только плоскостное состояние, они обретают объём, то есть они раскрываются. Это всё равно, что сказать, что синий, он холодный. Ну, то есть не просто по тону, как это считается в среде художников, он, в принципе, по ощущениям, вот если посмотреть на волновые характеристики, он там, например, холодный. То есть вот это состояние синестезии, когда тебе аромат имеет звуки, когда там еда, она звучит. Ну, то есть, понимаете, о чём я говорю? Это норма для человека. Есть такие люди, которые до сих пор это всё сохранили, и это не считается психологическим отклонением, или не относится к психиатрии. Это как особенность такая необычная человека. Её ни к чему не относят, и такие люди действительно у нас сохранились в обществе. И получается, что вот всё, что связано с синестезией, этим явлением, психологией, психиатрией, так скажем, да, ещё как бы не исследовано. На самом деле всё исследовано, просто нам об этом не говорят. Это лонное состояние любого человека. Поэтому, смотрите, вы никогда не поймёте, открыта дверь, или она закрыта, пока вы не попробуете ручку опустить. Я каждому рекомендую периодически проверять, а может быть, у вас эта способность есть. То есть вы должны как бы прощупать это поле, но я рекомендую, по крайней мере, для того, чтобы понять, а есть ли она у вас, эта способность. Потому что пока ты не подпрыгнешь, ты не поймёшь, умеешь ли ты прыгать. То есть получается, что состояние синестезии, оно есть у каждого. Просто у каждого в каком-то направлении. Зачем это нужно? Потому что любая способность, которую ты начинаешь проявлять, она развязывает руки организму и начинает проявляться всё. А что это значит? Это значит, что любые события, они начинают проявляться более прозрачно. То есть ты понимаешь причинно-следственные связи, ты понимаешь, почему так. То есть обмануть человечество после раскрытия таких способностей будет невозможным. Нас же обманывают почему? Потому что у нас звуковое доминантное сознание. То есть получается, что человек спит. Почему? Потому что у него работает всего лишь 5% его мозга. То есть задействованы 5% мозга. То есть получается, ну человек по факту он всё время спит. И что тут как бы вокруг него происходит, он не понимает, потому что он не чувствует. то, что происходит в его сознании, в его мыслях, это вообще его мысли или это чужие мысли? То есть получается, что внедрение любой программы за счёт рекламы, агитации, там, например, вброса новостей и так далее, мы иногда увидев, даже не понимая, что через некоторое время эта программа всплывает как некое наше собственное мнение. Хотя она в нам втравлена под определённой там какой-то вкусной оболочкой, да, и мы знаем, что НЛП сейчас применяется везде. У любого бренда есть штат НЛПшников, которые сочиняют рекламу, которые сочиняют бренды. И вот эта вся тактика и стратегия внедрения программы, она растягивается, наверное, на количество десятилетий. Это всё проекты. То есть даже на столетие, если мы посмотрим развитие каких-то кланов, которые у нас, в принципе, никто не скрывается и всё объявлено официально, что это правящие массы. Будем так их называть. Поэтому, естественно, когда мы видим, что нас гипнотизируют, то есть мы не можем противостоять гипнозу именно потому, что мы в состоянии сна находимся. То есть у нас только звуковое сознание работает. Всё остальное, всё, что касается звуковых, в смысле вкусовых ощущений, телесных, то есть тактильных, образных, это всё абсолютно системой управляемой. То есть как она скажет звуком, так это и будет. И понятное дело, что тут уже что сделаешь? Мы большинство даже не констатируем факт, что нами управляют. То есть нам кажется, что мы сами принимаем решения. Я уже не говорю о том, что ни для кого не секрет, что мы здесь в том проявленном мире, в котором есть, мы не единичны. То есть есть ещё много вариантных, ну как бы сказать, много вариантных миров, в которых есть тонкоматериальные сущности. Грубо говоря, тонкоматериальные сущности, которые мы периодически видим, и нам только в каких-то страшилках, в фильмах, со страшными какими-то событиями, нам показывают, что вот этого надо бояться. Почему это всё присутствует? Если это действительно есть, мы это не видим, потому что у нас заглушено образное сознание, это раз. И во-вторых, подселение, ну попросту подселухи, которые бывают у многих, в виде ляров, в виде каких-то мнений, которые якобы не его. То есть человек чувствует, что душа как-то болеть начинает, а он всё равно делает то, что делает. То есть откуда это? То есть человек стал проходным двором для тонкоматериальных сущностей, которые просто делают то, что им нужно с нами. А почему мы не чувствуем, что что-то в нас внедряется? Опять же доминанты звукового сознания. То есть большинство из психиатрических болезней, но я о них чуть позже скажу, типа раздвоение личности, мания, преследование. Это всё подселухи. И как бы понятное дело, что сейчас людей лечат, но не достигают результативности никакой. Нет результата. Почему? Потому что работают не в том направлении. Нужно человеку убрать доминанту и включить, соответственно, образное мышление. Хотя бы образное. Или тактильное, или обонятельное, или вкусовое. То есть совершить переключение. И тогда вне этой доминанты у человека будет возможность идентифицировать, что с ним что-то не так. И, соответственно, он сможет нормально, чётко и ясно для себя принять решение, как он будет дальше с этим жить. Потому что святое место пусто не бывает. Если душа неактивна, то есть у вас нет ощущения внутреннего контакта со своим вот этим внутренним я, то здесь будет прогулка кому только не лень. То есть обязательно кто-нибудь да подселится. Здесь ещё нужно понимать, что много чего из того, что нам сказали, что вот норма, вот наши дети рано начинают говорить. Главное, чтобы они понимали, что к ним обращаются. А звукоизвлечение это не так обязательно, чтобы было рано. То есть сейчас норма, что, например, там условно от 8 месяцев и старше ребёнок уже должен говорить. Он должен понимать, что вы к нему обращаетесь. Он должен оценивать ситуацию, он должен реагировать на ваши просьбы. То есть у него должен быть контакт с этой реальностью. Сейчас это, если ребёнок до 3 лет как-то не фразами изъясняется, сейчас это переносит в разряд дефектологии. То есть у нас есть ЗПРР, такой диагноз, который ставят до 3 лет, потом просто ставят аутизм, или как бы раз, есть расстройство аутистического спектра, или ЗПР, то есть задержка психического здоровья. И вот эти все истории развития, точнее, то есть вот эти все истории у нас в неврологии, психологии, дефектологии, они прописаны. То есть ребёнок должен говорить. И с одной стороны, да, потому что это пугающая задержка, с другой стороны, она должна быть объясняема. То есть если у ребёнка действительно проблемы, то есть он не понимает, тогда там да, стоит работать. А если он молчит, он знает, как звука извлекать, но он не желает этого делать. Надо оставить ребёнка в покое. Он заговорит, но его сознание, оно должно успеть созреть. То есть дайте ему опериться. И вы, ну практически все родители, они знают, что хочет ребёнок. Они угадывают, вот они чувствуют, что, например, там потребность в еде или потребность во сне или ещё там в чём-то. Это всё чувствуется на уровне как раз телепатии. То есть нам обрезают тот период, когда может закрепиться функция, связанная с сознанием именно световым, то есть с образным. Вот нужно постараться это в детях наших не заглушить. И ещё интересно, сознание цветовое, образное, оно проявляется как умение фантазировать, представлять. То есть ребёнок образы всё время представляет и рассказывает. Мне это смешно или мне это там показалось. То есть он не сочиняет, вот как мы привыкли, да, взрослые люди. Он действительно оперирует образами. Это надо поддерживать, чтобы ребёнок вырос, стал взрослым абсолютно человеком, научился, естественно, изъясняться грамотно, чётко и понятно, но сохранил вот это игривое состояние сознания. Потому что если оно выключится, ну, будет сложновато. Помните, все практические психологи говорят, что для того, чтобы оживить свою жизнь, там какой-то первый исток найти в себе, то нужно вспомнить внутреннего ребёнка, то есть его открыть. так может его просто не забывать и всё время поддерживать эти отношения с самим собой, чтобы было легко, просто и тепло на душе. У нас, естественно, звуковой язык он привёл к дихотомии. Вот если человек владеет телепатией, то он всегда может понять поведение другого человека. у нас же сейчас только хорошо и плохо, а то, что посередине, мы зачастую не знаем. А ведь разные бывают причинно-следственные связи, и когда у человека есть телепатия, он может отследить, что привело к такому вот состоянию или к такому там событию какому-то. То есть здесь сразу вариантность увеличивается и становится в отношениях легче, потому что ты видишь причинно-следственные связи, взаимодействие супругов, ты понимаешь, почему, например, на работе вот такие истории происходят или, например, в какой-то бытовой совершенно жизни. То есть ссоры не из-за чего устраивать дома, потому что или на работе, или где-то конфликты, потому что прозрачно всё. То есть звуковое сознание, что вот тот сказал мне вот это, или, например, здесь провозгласили вот так, но когда ты в объёме видишь смысл происходящего, у тебя всё становится прозрачным. То есть получается, что если мы всё время звукоизвлекаем, а я напоминаю, что язычники это те, которые языком разговаривают. Вот у нас сейчас, но не у славянистской традиции, к сожалению, считается, что язычники это какие-то славянские вот эти все истории. Нет. Язычники это люди, которые разговаривают языком, а всё остальное за границами это уже многобожие или там как-то там древнеправославие или ещё как-то называется. То есть получается, что нам подменили даже понятие, которое могло бы нам объяснить, что на самом деле произошло. То есть язычество это совершенно недавняя история. Ну, потому что люди в таком количестве никогда друг с другом не разговаривали. Понятное дело, что мы сейчас стали ещё меньше читать книг, и мы стали больше смотреть всё, что связано, например, с Ютубом и различными звуковыми программами. То есть получается, что единственное, что нас ещё немножко удерживало от такого количества болтовни и слушания доминанта звуковой, это то чтение, которое ещё сохранял в Советском Союзе. Поэтому нужно делать вывод, куда мы все катимся и чем всё это закончится. Потому что чем сильнее доминанта, тем менее чувствительность у нас вообще к чему-либо. То есть, естественно, мозговые ритмы, которые у нас сейчас есть, а мы знаем, что не всё у нас анализируется только звуком, и это заглушится. То есть получается, что критического мышления может вообще не быть. А что такое критическое мышление? Это когда я слушаю или вижу, или осязаю, или на вкус, я понимаю, что мне так не хочется. Это что-то не то. Вот нужно присмотреться при норовице к ситуации, то есть осознаться, что происходит, и принять решение своё, то есть не навязанное, а своё. То есть для того, чтобы выключить человека из принятия решения, нам навязали звуковое сознание. Здесь хотелось бы сказать, конечно, что звук, он вообще нужен был для преображения мира. Есть такое понятие, как резонанс. В физике оно описано абсолютно отвратительно, потому что у нас имеется в виду, что вот кто более или менее знает физику, что совпадение волн, это считается резонансом. Но это обман, это удвоение волны и всех её характеристик. Но это никоим образом не резонанс. Резонанс – это когда абсолютно такая же волна с отставанием на одну четверть периода начинает взаимодействовать с первородной, то есть с первой волной. Вот это называется резонанс. То есть четверть периода здесь естественный показатель, что это действительно резонанс. Но поскольку у нас, к сожалению, абсолютно бездумно описана физика, я понимаю, что она всегда будет так описана, никто не даст человеку знать настоящие все эти параметры, иначе мы додумаемся, что звуком, например, как это было раньше, можно обрабатывать камни. Вы посмотрите, какие интересные статуи во всех широко представленных музеях мира. Кружева просто, как ниточки. Вот как это можно? Сейчас даже нет таких технологий. Нам рассказывают, что это долотой стамеской было сделано. Но мы же понимаем, то есть еще пока критическое мышление у нас включено, и мы, анализируя ситуацию, понимаем, что это неправда. То есть однозначно, что это не форма, в которую залили бетон, и он как бы зацементировался, и вот так вот выглядит. Нет, это абсолютно технология другая, которая существовала. Так вот, по мнению Кестлера, и был такой исследователь, он считал, что, например, вот я сейчас зачитаю, рубанок, пила стамеска, они появились в 17 веке. То есть до этого упоминания об этих инструментах нет. То есть, соответственно, звуковое воздействие и вообще воздействием голоса. У нас есть сейчас мастера, которые могут своими связками воспроизводить несколько нот. Не одну, как мы все умеем, а несколько. Пример там у горловой пени. Оно еще сохранилось, и, ну, кажется, что оно какое-то, да, вот непонятно, чисто национальное какое-то, которое на севере нашей страны сохранилось, но нет. То есть мы сейчас не можем, конечно, звукоизвлекать красивую какую-то мелодию из несколько, там, из двух, из трех нот одновременно, но такая практика есть. То есть наши связки способны голосовые это извлекать, и это нужно для того, чтобы мы, соответственно, могли обрабатывать все, да, у нас слово зодчество и зудеть однокоренные. Вот нам рассказывают, что зодчество, это якобы, вот там вот, брали из дерева все это делали, но это сделалось звуком, и до сих пор еще звуком физики достигают некоторых результатов. Почему так? Почему нам это убрали? Потому что если мы до этого дойдем, мы поймем, что звук, который мы все время извлекаем, да, звукоизвлекаем, мы, естественно, как оружие сами против себя используем. То есть человечество однозначно, 100%, через некоторое время додумается, что то, что мы произносим, естественным образом нас уничтожает. Такого количества хаотичного звука не должно быть в принципе хотя бы слышимого, да, который мы слышим, уже не говоря о том, который мы не слышим. Я уже сказала, да, что у нас в герцах от 50 до 20 тысяч, к сожалению, но у большинства людей. Понятно, что у музыкантов это может быть более, да, широкий диапазон, у обычных людей, там уже варьируется в зависимости от заболевания, от воспитания, от желания тренироваться в этом направлении. То есть получается, что мы находимся в каком-то бардаке и в принципе не владеем теми технологиями, которые у нас были, только потому, что если хотя бы какая-то толика и будет, мы сразу поймем, что то, что сейчас происходит, это бардак, его абсолютно не должно быть. Я уже не говорю о мате, да, которая у нас как междометие используется периодически, особенно в стрессовых ситуациях, я могу сказать, что все половые органы, которые у нас используются в рогане, они называются в страстях, то есть в нервном состоянии, то есть импульс, злости, боли, обиды, и все это, соответственно, идет ударом по мочеполовой системе всех, кто находится в этом поле. То есть мат, он создан, вот у нас есть такое выражение полибрани, есть слово броница, то есть мат использовался как боевое оружие, которое мы стали против себя же использовать в суе, и получается, что с одной стороны это классное изобретение наших предков, другое дело, что мы сейчас этой вилкой, в кавычках, тыкаем себе в глаз, вместо того, чтобы накалывать еду и есть. То есть естественно, если мы хотим здорового потомства, если мы хотим уважительное отношение в семье, если мы хотим сохранить в принципе нормальное взаимопонимание с мирозданием, мат должен быть исключен из обихода в принципе, но использован против врагов. Понятное дело, что бывают стрессовые ситуации, когда там происходят какие-то действительно боевые действия, и соответственно, человек, который копит силу своего звука, чаще всего это молчальники, есть такое понятие, как аскеза. С одной стороны, ее сейчас проявляют как дурость, и в индуизме ее используют абсолютно бездумно, например, руку поднять и всю жизнь держать. Понятное дело, что эта аскеза, она как бы больше похожа на изнасилование своего организма. Но аскеза в плане молчания, она была у наших людей. Когда копится потенциал звуковой, он обязательно копится, потому что человек в целом не растрачивает. Вот подержите вот так вот руку и попробуйте, почувствуйте, с какой силой звук ударяется ладонь. Это сила, это потенциал, который выходит из нас естественным образом каждый раз, когда мы говорим. И вот представьте хотя бы денечек помолчать. Человек чувствует силу своего голоса. А если это полгода, а если это год, еще если это поле брани, или какая-то ситуация, которая требует применения мата, естественно, там уже будет такая силища, которая снесет все препятствия. И если человечество в целом до этого додумается и поймет силу своего организма, потому что мы в мироздании создавались как уникальное существо, которое способно в благодати жить, процветать. Только, знаете как, мы забыв, кто мы есть на самом деле, уничижаем себя, унижаем постоянно до такого жития, бытия, которое у нас сейчас есть. Естественно, я уже как-то приходила на автополстар и видео на моих каналах есть, на ютуб-канале, например, где я рассказывала, что, естественно, буква, каждая фонема должна иметь свой смысл. Соответственно, буква, которая получается из каких-то фономатических сложений, она тоже является смысловой, имеет смысловую нагрузку. А слово это аббревиатура смыслов. Вот так было совсем недавно в глаголице. Понятное дело, что глаголица, она сама по себе не такая старая, но нам даже её не дали. Но я напоминаю, что у нас было «Ас Бога», «Веди», «Есть», «Добро» и так далее. То есть каждая буква, она имела какой-то смысл. Пусть даже сама фонема, фонемы, составляющие эти буквы, они уже не имели смысла. То есть это сигнальные системы, которые выключили нам. А у нас всё должно смысл иметь. И звук, он в пространстве настолько был мощен, что он материализовал то, что человек произносил. А в суе, когда мы много болтаем и разговариваем, что, в принципе, вот уже почти час делаю, он приводит к обнулению потенциала. То есть мы должны копить для того, чтобы что-то сделать, чтобы связанные с фонемами, буквами и словом понятия после произнесения этого слова материализовывались. Это так должно быть в идеале. То есть звук, он является и отражающим, и оберегающим, и материализующим все блага, которые нам нужны. То есть мы индуцируем своим головным мозгом, когда у нас образное сознание работает, когда мы можем чётко сформировать образ, копим силу звука, соответственно, потому что включено именно образное сознание. И эту силу, когда мы произносим звук, мы переводим в материальность. Вот так должен работать речевой аппарат человека, а не так, как это происходит сейчас. Я прошу прощения за свой голосочек. Я не курю, не пью, я на сыроедении, одной ногой стараюсь перейти хотя бы в автономию, но всё, в моей работе, я очень много последних дней, 7 дней, я проводила ретрит, я проводила обучение, сейчас я немножко вот осипшая, я уже час разговариваю, мне, конечно, тяжело, я очень хочу помолчать, и я так ждала этого дня, чтобы уже спокойно отговорить и успокоиться на месяцок хотя бы до следующего прихода, помолчать в любой удобный момент, но в любом случае я ещё хочу сказать об упражнениях для включения образного сознания. давайте поговорим на эту тему, потому что можно сколько угодно говорить как что-то хорошо или плохо, но мне очень нравится выражение «если ты критикуешь, предлагай», так вот я буду предлагать. в первую очередь для тех, кто хочет вернуть себе казание, то есть телепатию, нужно вернуться к книгам, то есть начать читать, читать захлёб, чем больше, тем лучше, увлекаясь всем, что вы читаете, представляя максимально образы. Я всегда удивлялась, как люди читают быстро, потому что я всегда читаю медленно, но сейчас мне надо быстро читать, я читаю быстро, потому что большой объём информации нужно в короткое время усвоить, соответственно, уже что-то с ней делать, потому что во взрослой жизни, сами понимаете, семья и дети, и труд, и работа, и мероприятия нон-стопом идут, поэтому, конечно, если в день полчаса почитать и находится, это уже великое дело, но я стараюсь читать ночью, потому что все дела сделала, есть возможность 30, 40, там, 50 минут почитать, то есть, смотрите, вы читаете, не просто читаете, как быстрочтение, да, включаете, метод быстрочтения, вы читаете и модулируете образы, то есть, вы прочитали там абзац, который для вас показался интересным, и вы уже вырисовываете образы, то есть, чтение – это основа возвращения казани, 100% однозначно работает, и что самое интересное, это надо прививать детям, не через запрещение гаджетов, а находить сначала те книги, которые очень интересны, и экранизации, ни по мультикам, ни по кинофильмам, нет еще на данный момент, и увлекать их этим, то есть, говорить, что вот смотри, это там какая-нибудь фантастика, если это направление интересно, или может быть художественная какая-то литература, пожалуйста, то есть, увлечь ребенка идеей, что этого больше нигде нет, заинтересовать, показать, как это классно своим примером, потому что, если мы потеряем это поколение, и оно с клиповым мышлением будет все время сидеть у гаджетов, это будет точкой, точкой, которая окончательной точкой в развитии человечества, то есть, дальше будет абсолютно деградация, я объясню, почему, потому что люди, потерявшие личное мнение, собственное, они не способны ни на какой анализ, крути, верти ими, что хочешь делай, запусти любую мысль, любую фразу, как программу, через звуковое, клиповое сознание, и человек сделает то, что ему приказано, то есть, человечество абсолютно будет сломлено, это очень выгодно системе, посмотрите на то количество информации, которое у нас сейчас звуковое, на любой вкус и цвет, вам смодулируют, вам дадут, под любым соусом, следующее, если мы говорим о семье, то это, конечно же, общая еда, почему, потому что еда и единство, это однокоренные слова, иметь чуткое отношение друг к другу, и чувствовать и биологические ритмы, и физиологические ритмы, практически невозможно, если разное питание, но чаще всего так это происходит, значит, с утра позавтракали, дай бог вместе, да, то есть одной и той же пищей, днем каждый ты в своем там офисе или где-нибудь там на какой-нибудь работе, вечером один пришел, покушал одно, второй покушал второе, ну и, собственно, биология, к сожалению, в разных ритмах, потому что, помните, хорошее такое выражение, ты то, что ты ешь, это почему так, то есть на вибрационном уровне ты действительно из себя представляешь то, что ты ешь, если это автономия, то этот вопрос вообще снимается, это очень круто, я же все-таки на канале автономов и я хочу сказать, что это абсолютный идеальный инструмент для возвращения образного сознания и, соответственно, единения со своими близкими, я объясню почему, потому что, несмотря на то, что пища сонастраивает, но она также вносит дихотомию, она также отвлекает от некоторых сенсорных проявлений организма, но и, собственно, приглушает то, что есть. То есть, с одной стороны, если вы кушаете, то уж лучше кушать одинаковую пищу, если вы ничего не едите, то это круто, это прям лучшее из того, что можно представить себе. Следующее, конечно же, молчание, то есть по возможности, если у вас работа связанная с общением, ну, тут понятное дело, любая минута, она драгоценна, причем молчание, оно не должно быть, тут я думаю, там, сижу в телефоне, что-то слушаю, нет молчания, это когда расконцентрированное сознание, способное воспринимать легкие, высокочастотные биотоки, ну, то есть, грубо говоря, звук земли или шелест листвы, то есть что-то природное, что зачастую уже проявлено, мы просто это не слышим, потому что у нас ого-го, как все звучит, это то, о чем я, собственно, говорила в самом начале своего выступления, любовь, конечно, когда люди влюблены, они друг друга слышат, они очень чутко относятся к проявлениям характера, эмоций, прикосновений, это действительно соностраивает, один подумал, другой сказал, да, или, например, один прикоснулся, второй уже чувствует, что нужно сделать, да, то есть вот этот импульс, если друг друга на уровне духовно-душевных единений происходит, то есть люди друг друга слышат, это как раз предвестник открытого казания, то есть тут уже само собой это все соорганизуется, самое главное, конечно же, меньше индульгировать, да, и делать вид, что все, что я сказала, вас не касается, лучше все-таки устранить лишние факторы воздействия, ну и соответственно побольше молчать друг с другом. Следующее, синхронизация движения и дыхания. Что это значит? Вот у нас сейчас пульс, он ни к чему не привязан, но это те импульсы, которые ежесекунды, ежеминутно сопровождают нашу деятельность. Самосинхронизация позволяет вырасти частотам организма, как только вы достигли частотности организма, высокой частоты организма, у вас включаются сенситивные способности и в первую очередь казание, ну или то, что называется телепатия. Рассуждение о великом и о вечном. Вот здесь особенно нужно сказать. Дело в том, что мы знаем, что мы не первая цивилизация на планете Земля, и конечно же, когда эти цивилизации проживали какую-то свою историю, то одной из способностей было именно телепатическое общение. Так вот, если мы начинаем приобщаться, а мы знаем, где внимание, там сила, то есть по принципу сообщающихся засудов, раз мы идентичны по вибрациям, то есть вот я, например, думаю о чем-то, да, мое внимание там, я уже к этой частоте приобщаюсь, то есть я соностраиваюсь с этим явлением. Как только вы соностроились, вы можете прочувствовать, какие способности, возможности, и в частности, да, телепатия была на тот момент, то есть какая она была, бывает тактильная телепатия, бывает образная, бывает, там, например, вкусовая, да, всякое разное бывает проявление этой способности, то есть получается, что рассуждение о вечном и о великом, которое было в нашей культуре, однозначно 100% приведет к способности, возможностям, в частности, соностройке, вот с такими способностями, которые мы лишены, когда у нас есть звуковое сознание. Фух, ну вроде, вроде вам рассказала все, что хотела, я хотела бы напоследок сказать, конечно же, мы находимся в том мире, в котором информация зачастую, она, конечно, передается звуком, и даже если мы пишем письмо, да, и не сопровождаем его образами, а как бы сопровождаем говорением, которое в голове, это все равно говорение, это все равно звук, который чувствуется на наших связках, мы знаем, что достаточно подумать, чтобы у нас задребежали голосовые связки в тон того, что мы думаем, причем думайте в смысле голосового, то есть я, например, говорю мыслями кому-то что-то, то есть это абсолютно идентичное действие, поэтому, конечно, состояние обнуления, состояние молчания, это то состояние, которое чем чаще, тем лучше у вас появляется и, соответственно, продолжает рот человеческий в осознанном состоянии, то есть не в состоянии, грубо говоря, рефлекторном, то есть не только для того, чтобы поесть, поспать, условно, в туалет сходить, купить какую-нибудь шмотку знаменитого бренда, а все-таки быть более развитыми, быть самими собой, то есть теми, кем мы природой подразумевались изначально, то есть вернуться к самим себе, то есть не проживать свою тривиальную обычную жизнь и как-то смотреть на нее гораздо шире, объемнее, ну и на перспективу, потому что я считаю так, что человечество, оно способно воспрянуть и даже не в том, что если нам перестать мешать, мы такие раз сразу и вернулись к себе, да, но с себя все начинается, абсолютно я считаю, что если каждый начнет задумываться о своей жизни и хотя бы хоть малейшее к этому прилагать усилия к тому, чтобы вспомнить, кто вы есть на самом деле, все вернется на круги свои, все начинается с себя, прежде чем кого-то учить, нужно посмотреть в свою сторону и подумать, а как же можно изменить к лучшему свою жизнь, ну вот так, благодарю. Ты можешь про этот день еще рассказать, то есть, вот есть весеннее равноденствие, тогда круто загадывать какие-то планы, строить желания, а вот в день, вот самый сильный день в году вот это вот солнцестояние. Да, давайте поговорим. Ну ни для кого не секрет, что солнечный культ, он был перед тем, что у нас сейчас происходит, но это понятно и практически во всех старых источниках, ну в кавычках старых, потому что моложе, ну не буду сейчас, как сейчас пойду в религиоведение и начнется, да, тут перебранки, даже не хочу этого касаться, но в принципе солнечный культ, он существует очень давно на планете Земля, естественно, раз он солнечный, он завязан на солнечном цикле. Наивысшая точка солнцестояния в году позволяет ориентироваться на максимальный импульс, который чувствует вся природа. Дело в том, что если посмотреть биологическую жизнь растений, то все они реагируют на зенит в дне, в котором, собственно, мы все живем. И самый мощный зенит, который отмечен биологами, морфологами, уже заговариваются, да, люди, которые работают, собственно, с биологическими объектами, было обнаружено, что максимальная деятельность природы на уровне импульсов растений, животных, там, явлений происходит 21 июня, то есть в наивысшей точке солнцестояния в году, то есть в наивысшем зените в году. Это, на это обратили внимание физиологи, физики, биологи, и не могли понять, что вообще происходит. То есть если мы посмотрим волну, грубо говоря, возьмем один период волны, то мы увидим точку максимума и точку минимума. Дело в том, что современный Новый год, который у нас празднуется 31 декабря, он является точкой противоположной относительно 21 июня. Ну, то есть, понятно, там небольшой сдвиг есть, но в целом это противоположная точка, то есть это точка минимума. А с точки зрения физиологии человека любая программа входит моментально и быстро, если проговорить ее в точке минимума какой-то биологической силы его. То есть, вот, например, человек, когда очень плохо себя чувствует, все его раздражает. Вот у него состояние такое, лишь бы его не трогали. Это нормальное чувство самосохранения получается. То есть любая программа озвученная, сделанная, там, визуализированная, она очень глубоко входит в точки минимума своей силы. На точке максимума он силен, он способен на реализацию, он активен, он бодр. Так вот, так был устроен древнеправославный календарь у наших предков, да и у тех людей, которые знают об этом. И, в принципе, бизнесмены, они всегда пользуются этим моментом. Они стараются за четверть, ну, то есть, грубо говоря, за четыре месяца до заложить какую-то программу на реализацию в новолетие, то есть 21 июня и, соответственно, там, например, за две недели до, две недели после начать реализовывать, потому что это максимальная точка силы в природе. и все начинания, все упорные там какие-то действия, желания, реализации, все у нас получается, все реализуется, потому что мы на пике своей биологической жизнедеятельности. И получается, алкогольное возлияние, которое производится у нас 31 декабря, они моментально обновляют людей, и еще весь год мы приходим в чувство до очередного возлияния. Поэтому алкоголь в целом, он организует проницаемость клеток и не держится ничего, то есть достаточно одной рюмки, чтобы 4 года приходить чувство. Людям об этом не рассказывают, еще и боевое отравляющее вещество продают задорого, то есть алкоголь. Ну, раб должен самоуничтожаться, зачем его, собственно, сознание, зачем ему мирная какая-то жизнь, он должен себя самоубить. Причем захватчики земли они тут будут ни при чем, все по воле своей, все вот так, как возжелает человек. Так вот, получается, что солнечный календарь и пик силы проявленности это 21 июня, считалось новолетием. Это вот, представьте, вы вскарабкались саночками на горку, да, то есть вы вот встали в высшую точку, оттолкнулись со всей силы, с этой высоты, и хоп, и вас опять закинуло. А если вы берете саночки, то есть в противоположной точке, и начинаете ползти, ползти в гору. Вот мы все, потому что нам сделали отправную точку, григорианским календарем 31 декабря. Мы все, почему живем в этом бардаке, хаосе. Многие отмечают, ничего не получается, я не могу реализовать задачу. Я говорю, от чего ты считаешь, вот что в твоей жизни является отправной точкой. Ну, день рождения, это понятно, тоже точка силы, личная. А общественная говорит, ну, Новый год, вот с него все и начинается. Я говорю, пока ты будешь все начинать с григорианского Нового года, возлияние совершать, вот эти алкогольные, вот так у тебя в жизни будет. Если, собственно, все начинать с высшей точки, то есть импульс задать, идеи, мысли, там, например, курс какой-то, или там действия какое-то, или отношения какие-то, приурочить, соответственно, там, например, семейные, или бизнес-отношения, к этой наивысшей точке состояния, да, то есть наивысшей вибрации в году, то с этого все и пойдет. Вот так рассуждали наши предки. Соответственно, для того, чтобы всему человечеству было хорошо, начинали Новый год, да, как это сейчас говорится, или новолетие, с 21 июня, чтобы всем было хорошо. Не исключительно какому-то дяде, тете, которые к этим тайным знаниям имеют доступ, а чтобы всем было хорошо. Поэтому, конечно, я весь календарь сейчас не смогу рассказать и объяснить, но в целом я хочу сказать, что это не тайные знания, они есть в открытом доступе. Я все время кричу о том, что человечество, все знания есть. Вот самое главное, ну, ищущий, да, обрящий, да, то есть однозначно. Было бы желание, это все можно доставить. Причем это не какое-то там дремучее, там, шаманство, или что-то еще. Это обычные знания, физически объясняемые, биологически обоснованные. Ну, собственно, в чем тут путаться? Это не какая-то хиромантия или там, грубо говоря, да, гадание на кофе. Это абсолютно адекватный, объясняемый с точки современных знаний факт. Поэтому, если мы опираемся на 21 июня, у нас все спорятся, ладятся. Вы что думаете, вот мне делать нечего, что я там надрывала все семь дней, проводила ретрит или там готовлюсь к новолетию, планируется около 150 человек на мероприятии. Это при самых скромных подсчетах, потому что я, например, сейчас с 60 работала и репетировала все происходящее, организуя, собственно, все, что будет завтра. Но сколько будет, это просто я уже знаю, вижу по спискам, кто примерно с кем чего приедет, то есть будет очень много народу. Чтобы вы понимали, что стратегия, тактика общественная рождает, соответственно, импульсы в обществе. Ну вот сами судите теперь. То есть смотрите, любой, услышавший эту информацию, с этого дня несет ответственность за все, что происходит в его жизни. Но если ты знаешь и не применяешь, ну грош цена тогда этому знанию. Если ты знаешь и применяешь, ты имеешь эффект. Это простая история. Она прозрачная, она всегда была и есть, но только теперь я ее чуть глубже вам объяснил. Так, кто-то тут уже резко попал на ответственность. Тогда что ты скажешь про пение и классическую музыку? Ну, на самом деле пение имеет место быть и правильно, что оно есть, потому что человек, когда он произносит те или иные словосочетания, в принципе певцы, которые работают с музыкальной грамотой, знают, что такое сольфеджо, дают себе отчет, что такое хоровое пение, ну то есть как бы глубоко там вращаются в этой стезе. Это хорошо, то есть творческое начало у нас должно быть. По поводу музыки я бы сказала так, смотрите, те музыкальные инструменты, которые у нас сейчас есть, они все немножко изменены. Просто я имею скромное музыкальное образование, у меня всего лишь музыкальная школа, то есть семь классов, семь лет образования в музыкальной школе по классу фортепиано. Я как бы могу эту тему затеять, но я, наверное, даже не имею права, потому что я играю на нескольких музыкальных инструментах, но у меня нет такого образования хорошего, чтобы об этом говорить с полной ответственностью. Я считаю, что род имеет право открывать только профессионал вот в этом направлении. Но я могу сказать, например, у фортепиано, пианино, это, кстати, разные инструменты, сейчас это считается один инструмент, у нас есть белые и черные клавиши. Так вот, та музыка, которая у нас считается старая, там Моцарт, Бах и все остальные композиторы, даже более или менее современные, которые практически наши, совсем недавно они были, это все переписка. Почему? Потому что раньше еще были серые клавиши, то есть четвертинки, у нас же вот эти черные клавиши, это половинки, то есть, грубо говоря, там диеза бемоли, сейчас это считается одно и то же, но я просто хочу сказать, что русский язык и вообще направление славянских языков, они не синонимичны, то есть бегемот и гиппопотам это разные животные. Если нам говорят, что это одно и то же, это неправда, просто одно вымерло и стали называть похожие животные одним и тем же как бы словом, то есть у нас русский язык не синонимичен. Когда мы смотрим музыку, мы имеем там бемоли и диезы, если я говорю, например, условно, там, нота какая-то, там, ля бемоль, да, и соль диез, это вообще разные должны быть ноты, потому что у нас убрали четвертинки, четвертинки, то есть они были серого цвета. Соответственно, в некоторых музеях остались такие странные музыкальные инструменты, на них никто не обращает внимания, кажется, что это какая-то, ну, то есть история не совсем меняемая, то есть кто-то шутил и дошутился до странного инструмента, но нет. Естественно, струнные инструменты сейчас у нас переделаны, у нас была гавайская гитара, у которой не было еще недавно, около 30 лет назад, порожка. Вот все инструменты, у которых есть вот эти вот порожки, они как бы, ну, неправильные, то есть у нас их не должно быть в принципе. У нас остался достаточно сложный музыкальный инструмент, это скрипка. Вот я считаю, все знают, кто учился в музыкальной школе, что скрипачи, это очень отважные люди, которым, ну, досталось, потому что это практически самый сложный инструмент для обучения, но он очень близок к тем инструментам, которые у нас были. Поэтому, конечно же, я хочу сказать, что в силу переписки музыкальных произведений, которые у нас были, у нас, к сожалению, настоящей музыки не осталось. То есть, с одной стороны, да, но с другой стороны, она немножко по-другому звучит. А раз она звучит не так, как задумано, значит, там другие числовые соотношения. Мы знаем, что у каждого звука есть свое числовое проявление. Соответственно, если там не такие соотношения, которые должны быть, хотя мы знаем, что миром правят числа их соотношения. Если там не те соотношения, которые закладывал автор, тогда нужно подумать, к чему могут при постоянном прослушивании привести эти музыкальные произведения. Это только опыт и как бы работа в этом направлении, но опять же повторюсь, я вступаю в такие исследования, только если я сама не мастер, то есть у меня нет качественного образования в этом направлении, у меня должна быть команда, которая сведущая и образована в этом направлении. У меня, к сожалению, такой команды на данный момент нет, и провести исследования в этом направлении мне пока не удалось. Знаете, я теперь понимаю, почему люди жили вечно. мне катастрофически не хватает времени, несмотря на то, что я практически не сплю, и я перехожу на автономию не потому, что там есть, экономлю на еде, потому что мне очень хочется жить, и я не успеваю, мне так много хочется всего знать, попробовать, исследовать, донести до людей, что мир многообразный, красивый, он не такой, как нам рассказывают, он настолько яркий в своих проявлениях, что жить хочется, вот я говорю это, и я даже не знаю, как выразить, как я люблю эту жизнь, и, ну, нас сковали неправильным, но это неправильное можно заменить на правильное. Сто процентов однозначно было бы желание. Пока ты там читаешь вопросы, если вдруг там чего по зубам, ну, давайте так, друзья мои, я не знаю, почему всплывают такие вопросы каждый раз, но, наверное, это очень насущная тема, но скажу, что на эту тему, раз уж вы заранее там спрашивали, у меня уже с моими соратницами, Пекарниковой Натальей и Автушенко Юлией начитаны и конференция, она есть, правда, в записи, но она есть с ответами на вопросы, и курс обучающий тоже есть, то есть там расписывается, как сохранить, как регенерировать, как восстановить зубы, всё это начитано, просто я не смогу в одном ответе рассказать всё, потому что очень много нюансов, которые, естественно, всплывают при тщательном изучении этого вопроса, но я просто честно устала, что мне каждый раз почему-то, неизвестно почему, хотя я эту тему никогда не поднимала, задают, спрашивают об этом, и мы собрались, вот два медика и, соответственно, я собрались и начитали информацию, вот всё, что есть только по зубам, которую мы знали, ну вот так, да, я могу просто всех направить вот в это русло, чтобы у вас было обзорное состояние, чтобы вы не вот так вот зашоренном, там, один вопрос, как бы объёмно разобрали эту тему. Какие раньше были женщины, и что сейчас можно перенять, ну, хорошего, в смысле. Да, да, да. Ну, я расскажу о том, что знаю я, да, но это не значит, что это всё, что я знаю, только так и было. Основа женской сути это скромность и кротость, которой сейчас, к сожалению, нет. Скромности нужно экстраполировать это слово во все области, и в поведении, и во внешности, и в уме, то есть, ну, это не значит, что она глупая, это значит, что она понимает так много, что ей достаточно изъясняться так, чтобы было понятно, что она хочет, да, то есть, нет словесного блуда, то есть, кротость, скромность во всех проявлениях. Это однозначно и стопроцентно. Причём, как это видится, да, вот смотрите, наши дети, это показатель того, как должно быть. Они же застенчивы, да, это тоже проявление там скромности, кротости, но с возрастом мы убираем у них это свойство и качество, хотя его надо максимально долго сохранять, ценить, уважать, почитать и развивать, чтобы это сохранялось, потому что светимость ауры у людей скромных и кротких зачастую очень яркая, высокочастотная, то есть там оттенки голубого, фиолетового, белого, то есть это вот человек, который скромен в общении, в понимании этой жизни, в питании в том числе, это человек, который в ресурсе, то есть он не расплёскивается, и в принципе это одна из самых весомых характеристик женщины. Сейчас, к сожалению, это не в цене, потому что грудь на голову, подвешенный язык, который не знает, что такое скромность, даже как это пишется, не знает, развязанные какие-то поднятия, мировоззрение, которое позволяет всё и вся, это сейчас норма женской жизни, к сожалению. С возрастом мы начинаем больше ценить скромность и кротость, потому что всё-таки понимание и собственное мнение, оно имеет ценность, и собственно ты потом начинаешь понимать, что это основа основ. Но в целом вот это два ключевых понятия, которые если экстраполировать, то есть грубо говоря простым языком, перенести на все сферы женской жизни, они будут определять истинную женщину. Хороший ответ. тут, конечно, можно было бы и дальше как бы прессовать, ведёт зрителей в депрессию. Я на самом деле не склонна высывать у людей депрессивное состояние, просто потому что я считаю, что даже из гроба есть выход. Не бывает такого, чтобы что-то нельзя было исправить, вернуть, переиграть, восстановить всё, что в нашей жизни имеет регенерацию, всё возможное восстановлению вызвать, было бы желание. Это да, конечно, люди склонны говорить, что они всё хотят, хотят, но, видимо, одного желания бывает маловато. Конечно. Там ещё был вопрос, где ты живёшь, ну, скажем, коротко, в Санкт-Петербурге живёт Алена. где-то там ищите. Да, на данный момент я проживаю в городе Санкт-Петербург. Но, к слову сказать, я живу в том районе, в котором рядом заповедник, будем так говорить. То есть, я умудрилась со своим супругом поселиться там, где, с одной стороны, абсолютная сообщаемость со всем городом, абсолютная доступность, быстрая, транспортабельность себя в любую точку города. Но, с другой стороны, у меня в шаговой доступности заповедник. То есть, я имею такую благодать и бегать каждый день. Я пробегаю, ну, где-то порядка 50 минут, я каждый день бегаю. То есть, я лучше не отдохну, лучше не посплю, но я обязательно буду двигаться. То есть, у меня рядом природа. Я стараюсь и своих детей, и вообще всю свою семью переключать с этого сумасшедшего ритма, на природные ритмы. Ну, и мы очень часто бываем на природе. Молодец, Алена, одобряю. Благодарю. Я хочу подытожить, что даже интуитивно чувствуется, вот, не хочется говорить очень часто вообще, особенно с людьми, которые говорят вообще ни о чем. Ну, то есть, просто пересказывают что-то, какие-то там события, и под этим нет никакой практической как бы плоскости. ну, то есть, ты его послушал, он что-то сказал, ты что-то сказал, и в результате вы ничего не делаете, просто потратили время. И прямо вот это скриво. И опять же, ты говоришь про книги. Вот читать книгу можно со скоростью где-то ну, 300, может быть, 500 символов в минуту. А разговор это обычно 150. То есть, получается, слушать на Ютубе или где-то ролики гораздо более медленное восприятие информации. А когда читаешь, во-первых, скорость выше и понимание глубже. в моё время, когда я училась, а это были 90-е, 2000-е, вот, мне очень повезло с учителями. Знаете, вот бывают учителя старой закалки, которые уже на пенсии и ты у них последний. То есть, грубо говоря, там, я вот-вот вас выпущу и пойду на пенсию. Хотя я уже 10 лет на пенсии. Я так от всех устала. Мне повезло. У меня была Димова Инна Николаевна, это преподаватель русского языка, и Таранец Валентина Васильевна, это преподаватель математики. Я горжусь, что у меня эти люди были. Я вот уже выпускница-то давно, как вы понимаете, у меня уже сороковник, по сути. и я до сих пор помню, как они мой поток, мой класс учили. У нас было такое, что мы приходим изучать какое-то что-то, и у нас было так, что по одному абзацу мы целый урок читаем произведения. Понятное дело, что мы не прочитаем произведения на литературе. Ну, понятно, русский литературу ведет один и тот же педагог. И мы не прочитаем все произведения. Но когда кто-то читает, даже то, что ты слышишь, ты и глазами водишь по тексту, потому что мы учились каким-то навыкам чтения. И с другой стороны, мы слышали, и у нас шли образы. Мы в этих образах купались, мы становились полноценными. Я горжусь, что у меня вот так было в школе. Хотя я была в сельской школе, потому что я воспитывалась на Кубани, в станице, близ города Ейска. И у меня была обычная сельская школа, где не было супер-пупер каких-то там нововведений, супер-курсов каких-то, еще там что-то. Но это было настолько качественное образование, которым я до сих пор горжусь. Да, я до сих пор чувствую, что я понимаю, что я сейчас стала писать с ошибками, потому что все-таки с возрастом забываются какие-то правила писания грамотного. Но я стараюсь все-таки не потерять лицо и изъясняться грамотно, потому что у меня все на образах держится. И вот это образное мышление, оно должно прививаться в школе и в семье, не только во время чтения. Вообще все преподавание, оно должно построено быть на образах. Как делал там, например, мой физик в школе, ныне уже покойный, понятное дело, что он сначала о явлении рассказывал, мы как невероятное для нас сказали, что оказывается это существует, а потом он это объяснял. Он объяснял на формуле, то есть не формулу пихал в нас, объяснял, ребята, это надо зазубрить. Он объяснял сначала понятийную базу, рассказывал, как это в мире проявляется на физическом уровне, то есть на материально, как это выглядит, а потом погружал нас в мир подсчетов, формулы, всего остального. Вот что настоящее образование. Не быстрее галочку поставить, как это у нас сейчас есть ЕГЭ, а понять смысл происходящего и на уровне образного мышления запомнить на всю свою жизнь какое-то правило, закон, понятие, еще там что-то. Понимаете? И нужно детей своих не за тройку в угол ставить или за двойку, как это сейчас принято, там ругать, какой он там бредовый. Просто у нас дурацкая система образования. И я считаю, что неважно, какая система образования, ну по итогу, да, как бы можно выпендриваться, говорить, что все плохо, ничего не делать. Начинать с себя. Ведь у нас, вот у меня в семье до сих пор есть такое. Мы садимся вечером с моим ребенком, старше 13 лет, и мы с ней обсуждаем книгу. Я спрашиваю, а как вот ты понимаешь эту фразу или как ты образно там воспринимаешь, какие образы тебе идут, когда ты прочитала вот этот объем там книгу в 300 листов, потому что нормальное чтение, оно, конечно, ну есть специалисты, которым нужно оценивать, у них свое издательство, им нужно одну книгу в сутки прочитывать. И есть техники быстрочтения, когда ты информацию видишь, качество изъясняемой информации, понимаешь, но ты не вникаешь в образы, так можно, так не надо. И до сих пор у нас есть чтение семейное, то есть мы сидим и обсуждаем какую-то там книгу, как это экранизировано, как это в книге, то есть мы сравниваем, совпадают ли образы, то есть с семьи все начинается, все возвращается обратно, всегда нужно через себя пропуская понимать, что я беру и что я оставляю в системе нетронутым. Поэтому чтение, о котором я сказала, это не просто прочитать быстро, это прочитать, обсудить, подумать, представить, даже если это будет одна страница в день, но она принесет гораздо больше пользы, чем одна книга, но машинально прочитанная. Вот так вот. Ну, вообще это правильно. И вообще так, как ты объяснила вот про Доминанту и вот это все, в принципе некоторым детям даже можно объяснить, почему именно стоит читать. Да? донести вот так, потому что когда им говоришь, просто читая, вот типа и все, дети так не воспринимают, им надо же конкретно, почему это вдруг надо. Согласна. смотри, я подытожу подчасти новолетия. Ну как, я понял, что в новолетии можно начать какое-то дело и как на санках с горки, ты, оно, это дело хорошо пойдет. Да? А тут спрашивают, а что нельзя делать в новолетии? Ну, бухать нельзя, я понимаю. Негативить, потому что вы же, вот смотрите, все, что вы проявляете, это раскручивается и приумножается. То есть, когда ты находишься в родении, это один из курсов моих, когда я людей на курсе учу испытывать высокочастотные эмоции и, соответственно, и заикарять, и проявлять при тех условиях, в которых, ну вот, как бы сложновато их реализовать, да, это родение, а можно, то есть по-человечески, где-то как-то. То есть, когда вы находитесь в заикаренном, постоянном, высокочастотном состоянии и тем более в новолетии, это будет приумножаться. Вот представьте, состояние аффекта, там злости, конфронтации, негативе различного плана, то есть там в каких-то делах, там условно, которые приводят к диссонансу с этим миром. Но если вы это начинаете, значит, это будет, естественно, приумножаться. Вы же туда свою силу вкладываете, у вас-то подъем силы, и вы ее со всего маху бах туда. Ну, понятное дело, что и конфликт будет разгораться, и состояние ваше будет усугубляться, потому что то, на чем мы концентрируемся, там и сила. Поэтому раз фокусировка на деструктиве, то есть понятно, что с ним надо работать, его нужно убирать из своей жизни, и фокусировка, и, соответственно, сосредоточение эмоционально, духовно, душевное на том, что делает вас, вами, то есть на высоких частотах, а мы все созданы на высоких частотах, просто мы снизвили себя до них, то есть скатились до низкочастотного поведения. То есть фокусировка на правильном, ну, понятно, да, что я вкладываю в это слово, приведет к раскрутке этого правильного, что должно быть в вашей жизни. Поэтому я скажу так, что человек, он творит в своей жизни, как был, так и остался. И система нам впаивает другую программу, что вы там передайте свой голос кому-то, там еще там чего-то, за вас примут там решение. Ну, понятное дело, что примут, святое место, пустое не бывает, и обязательно это все реорганизовать можно только на личном уровне. Только когда я понимаю, что мне вот так надо, я делаю так, как считаю нужным. Но не в смысле против кого-то, а за себя, то есть за благое, за позитивное, за все самое лучшее. То есть, грубо говоря, если вы не знаете, как проводится древнеправославное новолетие, то есть, например, там ритуальную часть, там хороводы, там славы и так далее. Ну, как это все было у наших предков, так это и сейчас. То есть, если вы не владеете этими знаниями, ну, хотя бы собраться с любимыми и родными за столом, поздравить их с новолетием, подарить подарки, пожелать все самого лучшего, повспоминать самые замечательные моменты в жизни, посмеяться, сходить на природу, только не ради того, чтобы пожарить там шашлык какой-нибудь или там выпить алкоголь, а просто прогуляться, сделать подарки какие-то эмоциональные своим близким, то, что любят они. Все расцветет, и отношения расцветут. И в течение всего года это будет максимально проявлено, это будет наивысшее проявление того, что вы могли ожидать. Вот так куется история семьи и в целом общества. На местном уровне принимается решение жить по-человечески, и, соответственно, это, ну, по принципу синергетики, срабатывает на больших каких-то массах людей. Ну что ж, вот, отличный ответ. Я думаю, теперь всем понятно, хотя минимально, что делать в новоле. Ну да, я надеюсь. Ты готова еще там какие-то вопросы отвечать, или на этом будем завершать? Ну давай, последний вопрос, и будем закругляться. Хочется спросить, скажи, ты пробовала каскадное сухое голодание, так называемое, когда едят через день и пьют тоже? Ну на самом деле в этом есть эффект. Если, например, в течение дня выработать стратегию поведения, потому что сухие дни, они интересны, что они ведут к адаптивным, к пробуждению адаптационных, адаптивных функций в организме. Потому что организм, он еще не успевает впасть в стресс, если это длительное голодание, но успевает включить ресурсы определенные и начинать собственно оздоравливать человека. Потому что на самом деле это даже голодом не назовешь, потому что это просто интервал, в котором у вас есть пищевая пауза. Вот и все. Поэтому на самом деле если это практиковать, это имеет место быть, это обучает организм реагировать на изменения среды, то есть вы же перестаете пищу ему давать, значит он думает, а что ему делать. Это знаете, когда автомобиль, он имеет возможность на электричество работать и соответственно на газе или на бензине. То есть нет бензина, значит на электричество еду. Нет электричества, значит я переключаюсь на бензин. В принципе, вот такие гибриды это же показатель того, что человек, запомните, всегда человечество творит все по образу и подобию себя. То есть придумать то, что нет в человеке, человек не сможет. Ну как бы если мы что-то придумываем, нужно всегда смотреть, а как это в моем организме отражается, а как это может выглядеть, значит я все-таки в себе это решение или какую-то способность ношу, значит я могу в этом проживать какую-то историю интересную. Поэтому, конечно же, каждый раз, когда мы вот так обучаем таким сухим голодом грубо говоря организм, я считаю, что это позитив. Это имеет место быть, самое главное, чтобы человек почувствовал, насколько ему это комфортно, потому что если очень сильно загаженный организм, то есть идет интоксикация, головокружение, рвота по носу, то есть отравляется головной мозг, значит нужно немножечко в те дни, в которые вы кушаете, с чисткой поработать, либо выйти на чистку капитальную печени, желудочно-кишечного тракта и снова попробовать вот эту методу, потому что в принципе она работает хорошо, я считаю, что так может быть. Ну что ж? Ага, ты у меня исчезла, я аж, мне периодически как-то так переключилось, я думала, где же экран, хорошо, думала, что выключила, выбросила из конференции. Тут есть, правда, еще один вопрос. Ну давай. Если ты хочешь, можешь ответить, стоит ли говорить с самим собой, с животными, с природой, вообще какой вот смысл, стоит ли этим заниматься? Стоит. Потому что это как в детстве, сначала ты играешь понарошку, а потом действительно находится контакт. Это правда, то есть мы в детстве играем с куколками, я вот в детстве играла в детский сад, я поработала в детском саду, когда стала взрослой, то есть сама себе такую программу впаяла. Потом в учителя играла, я помню, со своей соседкой, девочкой тоже, которая, ну вот, жила рядышком, мы играли в школу, я стала учителем математики в своей жизни. потом в медика играла, тоже стала медицинское образование получать. То есть вот всё, что мы понарошку делаем, это рано или поздно превращается в реализацию. Так устроен наш организм. Он сначала воспринимает тонкие биотоки. Вот у нас же, смотрите, физиологами, психологами и всеми, кто работает в психике человека, то есть специалистами, узкоспециальными вот этими направлениями, они знают, что между фантазией и реальностью практически нет разницы. То есть мозг фантазию воспринимает как реально существующий факт. То есть получается, я сначала проигрываю это как фантазийную историю, но моя психика, моё сознание воспринимает как команду к действию, и в итоге мы действительно начинаем казать, то есть понимать, телепатить со всей живой природой, в том числе с собой, со своим организмом. Потому что, смотрите, у нас нет иннервации практически в теле органов. То есть пока печень не выплюнется из организма, мы не узнаем, что у неё были проблемы. То есть печень, она не болит. То есть гепатоз страшный, который уже там сделал печень куском жира, он не чувствуется. Так что разговор с самим собой, как разговор с высшим своим «я», он имеет место быть, и, соответственно, чувствительность организма, она даже в отсутствии иннервации органов, она наступает. Поэтому эта история имеет под собой основания. я соглашусь с этим, что это может быть. Ну и всё время эфира наблюдаются благодарности, все тебя хвалят. Благодарю, благодарю. Ну что, друзья? Я очень рада, что ты пришла. Ты можешь, ну, я, извините, я перебью, можешь сказать всё, что ты хочешь сделать. Да, я хотела поблагодарить за то, что организаторы меня приглашают. Я всегда жду, у меня уже в семье привыкли, что 20-го вечера мамы в семье нет. Дети идут рано спать, супруг там, значит, помогает налаживать всю эту связь, да. Я, конечно, благодарю за то, что вы все находите возможность поприсутствовать. Ну, может быть, какую-то толику важности для вас вы услышали о том, что я говорила. Самое главное, чтобы это всё пошло в применение. Я всех вас благодарю. Обнимаю душой, пусть у вас всё ладится и получается.